Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ Новости, в студии Айдос Оспанов и смотрите сегодня в выпуске. Когда в Казахстане будет качественная мобильная связь и интернет? С этим вопросом депутаты Мажелиса обратились к главе профильного ведомства. Они считают, что работа в этом направлении практически не видна. 150 тысяч тенге за срубленную ель. В Костанайской области правоохранительные органы проводят одноименную операцию. Созданы специальные мобильные патрули. В Казахстане стартовал прием заявлений на участие в ипотечной программе для женщин «Умай». Главная особенность этого года в том, что не требуется первоначальный взнос. Деньги можно взять как для покупки недвижимости, так и для ремонта. Алияда Смагомбетова продолжит тему. До конца декабря в Костанайской области успевают побывать два атмосферных циклона. О том, какую погоду они принесут в эти дни, подробнее расскажет Татьяна Калюжная. Качество связи и интернет в Казахстане не устраивает депутатов «Мажелиса». Они считают, что работа в этом направлении практически не видна. Особенно это касается сельской местности. Чиновникам Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности предлагают увеличить число создания собственных геостационарных спутников или же привлечь для работы в стране иностранных спутниковых операторов. В «Мажелисе» прошел правительственный час, посвященный вопросам связи. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдад Мусин рассказал о том, что сегодня из 6406 населенных пунктов в стране к широкополосному мобильному интернету подключены 74%. Государство пошло операторам связи на уступки. У них есть льготы, они не оплачивают аренду частот. Эти деньги они должны были направить на мероприятия по улучшению качества связи и интернета в селах. Но сегодня мы говорим, что из 17 миллиардов, мы вот, ну как бы, еще не конец года, мы с ними ведем определенную работу, мы только миллиардов, по-моему, 10 принимаем. То есть на 7 миллиардов мы не готовы принять их отчеты, которые они нам предоставили, что они все улучшили. То есть как бы мы ведем там работу скрупулезную по принятию этих работ. То есть мы не просто так предоставили скидки и молча сидим и принимаем все, что угодно. Мы перепроверяем эти отчеты. Министр сообщил депутатам, что для увеличения хвата сетью 5G по республику нужно ввести новшества в законодательные нормы. К примеру, при планировании застройки новых районов теперь будут предъявляться требования о резервировании территории для установки базовых станций и опор связи. В этой связи планируется поправка закон об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Также предусматривается механизм возмещения затрат абонентов при возложении на оператора ответственности за некачественную связь. То есть при неудовлетворительном качестве услуг жителям будет предоставлено право вернуть уплаченные деньги. На стадии согласования и утверждения приказ находится, который позволяет субсидировать сельхозпредприятия, которые хотят, чтобы к ним дошел интернет. То есть если они находятся в степи, если они вырабатывают определенную продукцию, то им положено определенное субсидие от правительства для того, чтобы они использовали этот интернет в промышленных целях. При этом депутаты Мужелиза отмечают, что министерство пока не справляется с поставленной задачей. Показатели практически остались прежними. По данным глобального индекса СПИД-тест, на сегодня Казахстан по параметру средней скорости мобильного интернета занимает 85 место в мире. Чтобы понимать, это ниже Гондураса и Уганды. По фиксированному широкополосному интернету 86 место, ниже Непала, Эквадора и Гаяны. Данные эти обновляются ежемесячно, поэтому информация актуальная. Такой дисбаланс в успехах создает совершенно новую для нашего общества проблему. Проблему цифрового неравенства и цифровой инклюзии. Вместе с тем в стране растет потребление трафика и охват населенных пунктов необходимо не просто обеспечить один раз и навсегда, но и постоянно наращивать возможность оборудования, обновлять его. Здесь как выход – возможность привлечь для работы в стране иностранных спутниковых операторов, а также создание собственных геостационарных спутников. Ханза Нурпиисов, Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН. Что думают костанайцы о качестве интернета в городе и разделяют ли мнения депутатов, сегодня выясняли мои коллеги. Подробности в нашей постоянной рубрике «РТН. Мнение». Да, все хорошо. У меня хорошо работает интернет. Есть слабый интернет. Нет и перебоев. Все отлично, все устраивает. Спасибо. Если домашний интернет, он более-менее. Если же какой-то мобильный связь, то он не особо хороший. Слабенькая совсем. Ни о чем. Иногда вообще бывает буксует и буксует. Поэтому ничего хорошего там нет. Тарифы очень дорогие. Никак. Никак. Уже давно не работает нормально. В последнее время я стала как-то плохо грузить. А так, в принципе, нормально все. Ужасная. Вообще, интернет ужасный. Да, я не знаю, что еще сказать. К другим темам. Депутаты Мажелиса предложили разрешить казахстанцам погашать кредиты за счет пенсионных денег. Уже сейчас, по официальным данным, до полутора миллионов граждан страны не могут обслуживать свои кредиты. По предварительному механизму, народные избранники на жизненно важные потребности предлагают изымать из ЕНПФ до 30% пенсионных накоплений. Подробности в следующем сюжете. Депутаты Мажелиса парламента в очередной раз поднимают вопрос эффективности работы ЕНПФ. По их мнению, накопленная доходность пенсионных активов лишь немного превышает инфляцию. За последние 12 месяцев доходность ЕНПФ не превышает 6%. При этом продовольственная инфляция за тот же период превысила 24%. И сегодня казахстанцы больше теряют ЕНПФ, нежели зарабатывают. Поэтому депутаты требуют провести срочный независимый аудит расходов ЕНПФ, а также ревизию активов и инвестиционного портфеля. Нам уже не следует ожидать, что ЕНПФ решит наши проблемы. Похоже, ЕНПФ и есть наша основная проблема. В то же самое время пенсионные накопления обесцениваются и лежат мертвым грузом. Считаю, что в качестве социальной меры возможно предоставить гражданам право использовать свои накопления на погашение любых кредитов, на оплату лечения, на оплату долгов по коммунальным услугам, на обучение детей и другие жизненно важные потребности в размере до 30% от пенсионных накоплений, но не более 1 миллиона тенге. Использование накоплений при нем депутатов возможно позволит решить проблему закредитованности населения. По данным агентства по финрегулированию, до полутора миллионов казахстанцев не могут обслуживать свои кредиты. Но при этом депутаты считают, что до сих пор в правительстве недостаточно хорошо проработали вопрос о праве вкладчиков ЕНПФ по передаче 50% своих пенсионных накоплений в частное управление. Пенсионные деньги – это специфические деньги. Их основное назначение – это социальная защита населения в старости. И чтобы конкуренция не наносила вреда их назначению, она должна осуществляться строго в границах установленных правил. И основная задача теперь у правительства, Нацбанка и агентства по финрегулированию – разработать эти правила. Ранее депутаты уже высказывали свое неодобрение работы ЕНПФ. В частности, повышение порогов достаточности пенсионных накоплений в средней от 64% до 83%. По их мнению, это решение полностью обнулило самую популярную за последние годы экономическую реформу. Поэтому они требуют проведения отдельных парламентских слушаний по этой теме. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН. Усиленно следят за сохранностью хвойных насаждений в данный момент полицейские в Костанайской области. В регионе, как и по всей республике, проводится операция «Ель». Продлится она вплоть до наступления Нового года. Полицейские отмечают, что жители области довольно бережно относятся к местным соснам и елкам, так как, возможно, понимают, что покупка праздничного дерева обойдется гораздо дешевле наказания за его незаконную добычу. С 15 декабря на территории Костанайской области проводится республиканская акция «Ель». Мобильная группа сотрудников местной полицейской службы, природоохранных органов и других заинтересованных организаций проводят рейды по лесным массивам, проверяют торговые точки, чтобы пресечь факты незаконной вырубки, заготовки, провоза и продажи хвойного молодняка в предновогодний период. За шесть дней акции фактов незаконной порубки деревьев выявлено не было. Но в прошлых годах жители области попадались на подобных фактах, причем даже в тех районах, где мало хвои. В Жангельдинском районе даже не имеющие, допустим, лесные массивы, это получается около зимника, срубил житель Жангельдинского района, срубил елку, получается, и за это и как бы был наказан. Полицейские напоминают, что за незаконный сруб, уничтожение и повреждение деревьев по закону предусмотрено наказание. Административная статья предусматривает штраф для физических лиц от 50 до 100 месячных расчетных показателей, то есть от 153 до 306 тысяч тенге. Если нарушитель срубит дерево на особо охраняемой природной территории, в заповеднике или заказнике, или же вновь попадется на вырубке в обычном лесу в течение года, то он уже однозначно заплатит самый большой штраф в 100 месячных расчетных показателей. Если же природе будет причинен значительный ущерб, то в этом случае предусмотрена уже уголовная ответственность. А это или еще больший штраф, или даже срок заключения. Могу сказать, что очень бережно относятся. И как бы зная, что будут привлечены к ответственности, люди не нарушают дешевле купить, чем срубить. Все хвойные деревья, которые продаются на елочных базарах региона, по данным полиции, завезены из Челябинской области Республики Башкортостан Российской Федерации. А акция по охране местных насаждений продлится вплоть до наступления Нового года. Алексей Краснов, Камзан Рписов, Виталий Луновской, РТН. Человек, подозреваемый в совершении убийства, задержан в Лисаковске. Сотрудники Департамента полиции региона сообщили о раскрытии особо тяжкого преступления. Подробнее об этом, а также о гибели рабочего на Костанайской стройке и о ДТП с участием машины скорой помощи в нашей рубрике «Коротко». Особо тяжкое преступление раскрыли полицейские в Лисаковске. По данным сотрудников Департамента полиции региона, 18 декабря в одном из частных домов города был обнаружен труп 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Убийство». По данным полиции, в результате следственно-оперативных мероприятий в тот же день был задержан и водворен в изолятор временного содержания 50-летний житель Лисаковска. В настоящее время подозреваемый дал признательные показания. Проводятся дальнейшие следственные действия. Рабочий погиб на объекте в Кустанай. Несчастный случай произошел в строящемся доме. Как нам стало известно, гибель произошла еще в конце ноября на стройке в юго-западной части Кустаная в микрорайоне Береке. 46-летний рабочий Каменщик по окончанию смены спускался по переносной лестнице с перекрытий крыши на площадку девятого этажа и упал в шахту лифта. В Управлении по инспекции труда Кустанайской области данный факт подтвердили. Сейчас, по данным сотрудников ведомства, ведется расследование причины обстоятельства смертельного случая на производстве. После его завершения материалы дела будут переданы в полицию для принятия процессуального решения. Еще один инцидент произошел в Ауликольском районе. Автомобиль скорой помощи стал участником ДТП, как сообщили в департаменте полиции. Авария произошла вечером 20 декабря. На автодороге между поселками Ауликоль и Аман-Карагай водитель неустановленной автомашины ВАЗ не справился с управлением и совершил касательное столкновение с машиной скорой помощи. Предполагаемый виновник скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция устанавливает водителя легковой автомашины для привлечения его к ответственности. Пациентов в машине скорой не было. Бригада только ехала по вызову. Пострадавших нет. Ущерб причинен только материальный. У медицинской машины поврежден бампер. Продолжаем выпуск. Прием заявлений на женскую ипотеку Умай стартовал в Казахстане. Главная ее особенность в этом году при подаче заявки не требуется первоначальный взнос. Принять участие могут все казахстанки, достигшие 18-летнего возраста. С помощью ипотеки Умай женщины могут приобрести жилье на первичном рынке и на вторичном. Также можно получить кредит и на ремонт. Алия Досмагамбетова с подробностями. С 19 декабря начался прием заявок на ипотеку Умай для женщин старше 18 лет. Главная особенность компании, которая продлится до конца 2022 года, заключается в том, что первоначальный взнос не требуется. Напомним, раньше по программе требовалась первоначалка в размере от 15 до 50%. Географического ограничения нет. То есть оформить кредит на квартиру можно в любом городе Казахстана. «Операторы банка ответили на более 1700 видеозвонков, проверили кредитную историю и платежеспособность заявителей. Девушки, отвечающие требованиям программы, в ближайшее время получат займы от отбасы банка для улучшения своих жилищных условий». Ставка по займу составит от 13,2% годовых. Но после накопления 50% от суммы займа ставка снизится до 3,5%. Напомним, с помощью ипотеки Умай можно купить новое или вторичное жилье, а также получить кредит на ремонт квартиры. При этом следует учесть, что если кредит берется на ремонт, получатель должен быть собственником дома. Третий этап программы начнется после выделения очередного транша со стороны Азиатского банка развития. О сроках кредитования банк сообщит дополнительно на сайте банка и на официальных страницах в социальных сетях. Ипотека от Отбасы банка дается на 25 лет для тех, кто хочет купить жилье и на 10 лет для тех, кто намерен отремонтировать имеющуюся недвижимость. Алексей Краснов, Алияда Смагомбетова, РТН. До конца декабря в Костанайской области успеет несколько раз поменяться погода. Причем с весьма резкими перепадами, отмечают синоптики. Сначала нас ждут минус 20, минус 25, а уже к выходным вновь потеплеет и пойдет снег. Погода следующей последней недели уходящего года по предварительному прогнозу тоже будет непостоянной. Подробности. В начале этой недели Костанайская область успела захватить средиземноморский циклон, который принес в регион оттепель и неустойчивый характер погоды. Этот циклон зацепил нас не так серьезно, как, к примеру, европейскую часть России, буквально завалив ее снегом. Сегодня, как отмечают синоптики, в наш регион зашли холодные арктические массы, которые у нас останутся и завтра. В связи с этим температура воздуха ночью будет доходить до минус 30, минус 25 градусов. Уже в пятницу ожидается очередная волна теплого атлантического воздуха. В пятницу ожидается в северной поведении угости снег, усиление ветра 15-20, порывы до 25 метров в секунду, метели ожидается, ну и очередное повышение температуры. Так, ночью, значит, ожидается где-то 10-15, днем 2-7 мороза. В начале следующей предновогодней недели установится умеренно морозная погода без осадков. Температура воздуха днем примерно минус 10-15 градусов, а ночью до минус 18-20. Примерно с 29 декабря продолжают синоптики погода вновь кардинально поменяется и причина в очередном циклоне в североатлантическом, который продержится у нас до 1-2 января. В северной поведении угости снег, усиление ветра 15-20, порывы до 25 метров в секунду, метели ожидается, ну и очередное повышение температуры. Самое интересное, что и погода начала января 2023 года тоже будет неустойчивой. За первые 10 дней нового года нас ждет и минус 30 ночью, это в начале, и около нуля минус 5 ближе к 10 января. Хамзан Урпиисов и Татьяна Калюжная, РТН. Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания. Продолжение следует...